Добрый день дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Татьяна Горбунова. Сегодня мне бы хотелось с вами поговорить о наболевшем. Прямо настолько акцентировать ваше внимание на то, как правильно хранить пароль от нашего кошелька. Потому что столько ошибок и столько потерь ваших же денег просто только из-за того, что вы неправильно храните пароль. Я сейчас говорю о тех, кто это делает действительно неправильно. Итак, как мы правильно храним пароль? Начнем снова с регистрации. То есть нам нужно завести наш кошелек, зарегистрировать. Нажимаем на регистрацию. У нас с вами выходит строка с случайными словами на английском языке. Дальше, что мы делаем дальше? Мы делаем пробел. Набираем фразу, любую фразу из 15 случайных букв. Ну, то есть мы пишем просто текст на английском языке из 15 букв. Допустим, ну, я не знаю. Ну, давайте я вот что-то напишу. Там, не знаю. Папа. Мама. Ну, я так, что попало. Папа, мама. Рома. Что еще? Что еще? Мир. Все. То есть я текст набрала сама. То есть я... Не набор случайных, да? Букв. Не на русском языке, а на английской раскладке. А именно на английскими буквами на английской раскладке. На клавиатуре. Вот он у нас генерировался пароль. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами копируем всю вот эту строчку. Мы прямо ее скопировали. И сохраняем ее в Word. Вставляем. Вставляем. Но мы не просто ее сохраняем. В дальнейшем мы сделаем еще одну манипуляцию. Я ее обязательно вам продемонстрирую. То есть сейчас мы ее вставили. Возвращаемся в наш кошелек. Делаем снова вход. И теперь мы уже с вами вставляем целиком эту фразу, да? Которую мы с вами сохранили. Всю вот эту длинную строчку. Снова делаем вход. Дальше все как обычно. Вот у нас есть реквизиты нашего кошелька. QR-код. Можно его сразу просто сфотографировать. И он у вас сохранится. То есть это все самые главные реквизиты для дальнейшего движения монет из кошелька в кошелек. То есть это все те три важных реквизита. Вы их также все сохраняете. Адрес кошелька. Затем публичный ключ. И ID вашего кошелька. Все скопировали. Также в Word сохранили. Да? Я сейчас не буду на этом останавливаться. Я сейчас буду говорить только о пароле. Итак. Что мы делаем? Мы сейчас с вами вот эту вот парольную фразу, которую мы с вами придумали, мы ее вот отсюда вырезаем. Прямо не то, что удаляем. Мы ее вырезаем. Видите? Вырезать. То есть нажали правой кнопкой на клавиатуре или на мышке. На мышке, вернее. Вырезали. Все. У нас осталась только одна фраза. Так вот эту фразу, которую мы с вами придумывали из 15 букв, мы ее храним вообще отдельно. То есть отдельный Word. Да? Отдельный Word. То есть чтобы он у нас с вами не хранился вместе. И сохраняем его вот здесь. Ну в отдельном Word. Соответственно, мы не храним это в одной папке. Да? Мы храним это абсолютно в разных местах. Хоть и там, допустим, на одном компьютере. Еще лучше вообще переписать эту фразу, выучить и запомнить ее, и держать у себя в голове. Вот. Также. Дальше продолжаем. Как мы храним этот пароль. Мы этот пароль, вот этот пароль, мы его, ну понятно, тут не каждый может запомнить, да, вот эту фразу. Мы его обязательно распечатываем. Кто-то может для себя переписать там куда-то в блокнот, в ежедневник, кто чем пользуется. Также мы этот пароль обязательно храним еще на каком-либо носителе. Но еще раз акцентирую ваше внимание на то, что храним мы пароль только в обрезанном виде. То есть вот то, что нам сгенерировал кошелек автоматический при регистрации, да, и отдельно отрезанную фразу, как мы помним, вот то, что мы дописывали, мы ее отсюда вырезали, и храним мы ее отдельно. То есть либо вы ее себе выучили, запомнили, но все равно лучше, конечно, куда-то для себя записать, потому что, ну, мало ли, резко амнезия случилась, и как потом зайти. Соответственно, если вы потеряете пароль, вы никогда в жизни не зайдете и не восстановите этот пароль. Он дается один единственный раз, и больше он не, его не реально восстановить, так как это блокчейн. Давайте с вами не будем об этом забывать. вот. То есть еще раз, обрез, сохранили пароль, обрезали парольную фразу, сохранили его где-то в другом месте, распечатали, переписали, и хранили его в другом месте. Сбилось немножко с мыслями. Вот. То есть таким образом, только так. И, пожалуйста, будьте к этому внимательны. Все-таки это ваши деньги, это не чьи-то деньги, это именно ваши деньги. Поэтому обязательно сохранили пароль, в разных местах, обрезали парольную фразу свою из 15 букв, отдельно ее сохранили, переписали, распечатали вот этот вот. Ну, тут еще пропишите свои реквизиты, потому что они тоже вам всегда будут нужны. Но парольную фразу только в обрезанном виде храним. На этом, пожалуй, все. Самое важное я вам сказала. С вами была я, Татьяна Горбунова. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Всем отличного настроения, прекрасного дня, больших кошельков. Пока-пока!